Приветствую вас, дамы и господа, на нашем канале, где мы с вами уже ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фонда рынка. Но сегодня это утреннее видео посвящено зарядке для мозгов, где мы с вами просто обсудим, а кто же заплатит за ту самую изоляцию, которая сейчас происходит у нас в России. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, уже второй месяц как Россия находится на так называемом карантине, ну именно так называемом карантине, потому что у нас обозвали это режим самоизоляции, и мы должны, по идее, сидеть дома. Но вот сейчас майские праздники в разгаре, и мы с вами видим по, по крайней мере, Санкт-Петербургу, тому же самым, по поселкам городского типа в Ленинградской области, так как я сейчас нахожусь на даче, и ситуация-то здесь не пахнет никакой самой изоляцией. Хотя с того же самого телевизора нам ежедневно дают статистику, выступают эксперты, пугают нас тем, что будет все плохо-плохо, сидите дома и так далее. Мы с вами видим, как на самом деле героически борются врачи вот с этой заразой, умирают известные врачи, светилы просто-напросто, медицины, ну вирус никого в данном случае уже не щадит. Мы видим одновременно с вами такую ситуацию, как жалуются, что малый бизнес, что средний бизнес, ну я вот как раз отношусь к этой ситуации. Мы видим с вами, как жалуются бизнес, который имеет отношение к государству, я имею ввиду госкорпорации, который говорит, что цены на нефть низкие, на газ низкие, все у нас плохо и так далее. Одновременно с этим, когда поступали предложения Владимиру Путину выделить по 25 тысяч рублей на каждого взрослого, министерство финансов говорит, что денег нету. Но здесь же Центральный банк России, дабы сдержать курс национальной валюты, тратит ежедневно миллионы долларов, чтобы поддержать курс национальной валюты, вот на том уровне, который имеется. Но это в рамках бюджетного правила, здесь ничего не попишешь. Путин находится у себя в резиденции в Новоогорево, его не выпускают никуда ездить, ну это и понятно. Но нас интересует, что нервничают инвесторы, инвесторы находятся в таком подвешенном состоянии, потому что каждый день поступает какая-то непонятная информация, то все будет вроде хорошо, и рынки радуются этому целую неделю, там какой-то хорошей новость, то потом говорят, что все очень плохо, и рынки начинают падать, и падение может продолжаться намного дольше, чем они росли. И вот в этом видео я просто хотел бы такой небольшой маленький разбор предварительный сделать, а кто же будет платить за всю вот эту ситуацию, которая у нас с вами происходит в России. Я здесь выделил для себя несколько пунктов, категории граждан населения, которые все-таки теоретически больше всего пострадают от данного режима самоизоляции у нас на территории Российской Федерации. Ну, конечно же, первонаперво я вот этот список, вот он у меня небольшой такой вот, я начал как раз-таки с самого вроде бы незащищенного на первый взгляд населения, категории населения, это пенсионеры. Потом идет вот как раз-таки категория, к которым отношусь я, это малый и средний бизнес. Потом идет крупный частный бизнес, ну это такие компании, как Лукойл, та же самая, ФК Систем, ну и так далее. Потом идут госкорпорации, конечно же, это Роснефть, Газпром, Сбербанк, ВТБ. Потом идут бюджетники, которые, ну, врачи, учителя и так далее. Потом идет государственный аппарат, это правительство, Государственная дума и так далее. Далее идет, это силовые структуры, ну это наши ФСБ, ПСО, армия, полиция, Росгвардия и так далее. Еще есть такие люди, как инвесторы, к которым мы тоже с вами себя причисляем, ну и, конечно же, наемные рабочие. Есть еще такой маленький десятый пункт, но он такой, это фонд национального благосостояния. Вот вроде бы вот из этих десяти пунктов можно посмотреть, кто же больше всего пострадает от так называемого карантина, который находится у нас в России, или так называемого режима самоизоляции. И начнем мы, наверное, с самого конца, раз мы стали говорить про фонд национального благосостояния, как раз-таки мы с этого пункта с вами сегодня и начнем разбираться, кто же больше всех сможет пострадать от данного режима самоизоляции. Ну, смотрите, многие призывают, многие особенно оппозиционеры призывают к тому, я ни в коем случае сейчас не защищаю нашу власть, призывают к тому, что необходимо просто-напросто выделить средства из фонда национального благосостояния гражданам Российской Федерации, вот как предлагали по 25 тысяч, к примеру, и раздать их людям. Ну, фонд национального благосостояния создавался не для того, чтобы просто вот людям деньги с вертолетов раскидывать, нет, он создавался, чтобы для поддержки экономики. Это первый момент. Второй момент. Нужно понимать, что в данном фонде национального благосостояния не лежат вот так вот деньги с топками, либо там золото с топками, нет. Большая часть данного фонда национального благосостояния как раз-таки вложена в бумаги иностранных государств, те же самые облигации, казначейские бумаги Соединенных Штатов Америки и так далее. И продать их одним махом просто, ну, никто не сумеет, там объемы совершенно не те. А если оставшуюся часть, примерную оставшуюся часть, разделить, ликвидную которую, разделить на каждого гражданина Российской Федерации, там на 144, по-моему, у нас сейчас миллиона человек, то там получится не больше, чем по 15 тысяч рублей. Каждому гражданину мы раздадим. Я в среднем считаю 15, может чуть больше. И тогда Россия остается без так называемого резервного своего фонда, без резервной кубышки и поддерживать тот же самый рубль, ту же самую нашу экономику, ну, будет невозможным. Именно поэтому я считаю, что фонд национального благосостояния платить за это не будет. Далее, кого можно выделить, это тоже одна из таких очень сильных структур, категорий, это силовые структуры. Это наша армия, это наша полиция, Росгвардия, ну, и оставшиеся другие силовые структуры. Ну, я думаю, никто, ну, все точнее понимают, что они, конечно же, платить за это не будут. По той, в связи с тем, они одновременно, кстати, еще относятся и к бюджетной структуре, и платить они не будут, потому что они защищают эту власть, и, конечно же, урезать их доходы никто не будет. Они защищают власть, они помогают власти и так далее. Одновременно с этим это и бюджетники. И вот, кстати, третий пункт, на котором можно остановиться, это пострадают ли бюджетники. Ну, бюджетники, я думаю, что меньше всего пострадают. Это вот такие бюджетники, как врачи, учителя, те же самые силовые структуры. Нет, врачам, наоборот, в данной ситуации, наоборот, только обещали доплатить. Учителям тоже сейчас доплачивают. Насколько я знаю, ну, по своим знакомым, кстати, напишите в комментариях, действительно ли это так, или это только у нас в Санкт-Петербурге, что вот за ведение вот этой онлайн-обучения им доплачат. В Петербурге доплачат, и довольно-таки неплохо. Ну, по крайней мере, вот у меня четыре человека, знакомых, они занимают, ну, преподают, и они говорят, да, нам за это доплачивают. Дальше идет, это государственный аппарат. Ну, мы туда с вами причисляли, это Государственная Дума, правительство. Ну, согласитесь, что сокращать Государственный аппарат сейчас никто не будет. Государственная Дума, она выбрана, здесь все понятно. Правительство сокращать тоже сейчас никто не собирается, потому что 15 января только был уволен Дмитрий Анатольевич Медведев, и здесь Мишустин пришел. Сейчас про Мишустина пару слов тоже скажу. И вроде бы он настроил то количество народа, взял, которое нужно, и здесь сокращать, соответственно, никто ничего не будет. Зарплату, соответственно, им тоже никто не сократит. Но про Мишустина хотелось бы здесь сказать, но это я буду больше говорить уже в вечерних видео ближайших, что мы, может быть, больше и не увидим Мишустина во главе правительства Российской Федерации в связи с тем, что Путин сейчас отдельным приказом, именно отдельным указом подписал, что Белоусов, первый вице-премьер, вступает на его должность. По идее, когда по какой-то причине премьер-министр не выполняет свои обязанности, то отдельного приказа не нужно. И это, кстати, очень плохо может отразиться на фондовых рынках Российской Федерации. Далее, это государственный бизнес. Ну, мы с вами туда причислили, это все вот эти государственные корпорации, либо компании, в которых доля участия государства очень велика. Там Газпром, Сибербанк, ВТБ и так далее. Ну, я думаю, что вряд ли они будут платить, слишком-слишком сильно пострадают. Единственное, что они сейчас просят, это о том, чтобы с них слишком много не взяли. И я думаю, конечно же, они меньше всего тоже пострадают от режима самой изоляции. Далее кто идет? А далее идет это бизнес. Бизнес и крупный бизнес. Вот этот частный крупный бизнес, мы его выделяем. Вот здесь как раз-таки они и могут пострадать. Мы с вами вот в этом видео обсуждали тему того, как... Ну, я приводил несколько фактов о том, что как Роснефть может поглотить тот же самый Лукоил. И сейчас крупный частный бизнес тоже оказался под таким неким ударом. И здесь может быть такое перераспределение просто-напросто. И тот бизнес, который сейчас находился под управлением частных лиц, может перейти как раз-таки под управление государством. Это не только касается Лукоила, это одновременно с этим будет касаться многих компаний. У нас таких компаний пруд-пруди, куда государство хочет засунуть свою руку. Ну и малый-средний бизнес, это вот касаемо как раз-таки меня. А вот мы как раз-таки пострадаем больше всех. Потому что нас сейчас, что нам говорит государство, и мы вынуждены пока что это с вами выполнять, это надо платить зарплату своим сотрудникам. Что мы пока делаем? Пока вроде бы запасов хватает, но надолго ли этих запасов хватит? Ну, не факт. Тот бизнес, у которого не было вообще никакой онлайн-структуры, то есть никаких онлайн-магазинов, то они пострадают вообще. Они будут на грани закрытия, если уже не закрылись. Те же, которые имеют хоть какую-то онлайн-структуру, онлайн-магазины, либо какие-то сайты продаж, либо мы сейчас вынуждены срочно квалифицировать, ну, наращивать здесь мощь и включаться в систему. У меня был онлайн-магазин, но он особо не работал, я особо ему внимания не уделял. Сейчас же я пристально занимаюсь этой вещью, чтобы наладить, и может быть в дальнейшем не будет никаких вот этих оффлайн-магазинов просто-напросто. Нас заставляют платить аренду, нас заставляют платить зарплату, с точки зрения того же, нас заставляют платить налоги. Нам, да, сдали вроде бы отсрочку, но чтобы получить эту отсрочку по налогам, там надо вот такую кипу бумаг написать. И тем более, это все равно отсрочка. С чего-то я должен буду платить потом те же самые налоги. Хотя того дохода, который, по идее, у меня имеется, ну, у меня его просто-напросто нет. Нам говорят идти в банк, ну, брать деньги, кредит в банках. Но, понимаете, сами кредит, это долг. Это все равно мне придется его с чего-то отдавать. А с чего отдавать, я, к сожалению, пока не понимаю. Но я пока обхожусь, к счастью, точнее, без кредита. Именно поэтому считаю, что вот малый и средний бизнес, на него сейчас ляжет основная, это одна из основных таких, на него больше всего будут давить. Далее кто идет? Это пенсионеры. Да, это незащищенный наш слой населения. И так повелось, что с горбачевских времен вынуждены были всегда затыкать дыры в бюджете пенсионным фондом. Но я лично считаю, что такой ситуации сейчас не получится, потому что не так давно была проведена вот эта пенсионная реформа, и вновь залезать в пенсионный фонд вряд ли кто посмеет. Именно поэтому я эту часть откладываю в сторону. Ну и кто больше всех, на мой взгляд, пострадает, вот именно больше всех, на кого больше всего ляжет вот это бремя ответственности, это как раз-таки категория, как вы вспоминаете, мы еще двое категории не назвали, это наемные рабочие. И вот они как раз-таки пострадают больше всего. Почему я это говорю? Почему эта категория граждан заплатит за этот режим самоизоляции, ну может быть наравне вот с малым и средним бизнесом, если брать в процентном соотношении. Не по расходам, а по процентному соотношению. Да, все очень и очень просто, потому что сейчас в связи с таким режимом самоизоляции многие предприятия закрываются. Многие, очень многие предприятия. У меня очень многие знакомые, которые закрыли свой бизнес. У меня есть знакомый, который занимается цветочным бизнесом. Я ему, честно, за этот месяц ни разу не позвонил, потому что спросить, как у тебя дела, это будет просто-напросто подстебать его. Поэтому я ему и не звоню. Ну так вот, соответственно, предприятия закрываются, и люди оказываются на улице, то есть они будут искать работу. Те же люди, которые останутся еще работать, у них, скорее всего, на 99%, я в этом убежден, что будут понижать заработную плату. Ну, это правило рынка, это правило бизнеса, что если я могу за меньшие деньги нанять другого работника, и он будет работать нам более продуктивно, чем тот, который имеется. Да, может быть, он и старичок, как я его давно знаю, но нет такой профессии, дорогие друзья, в бизнесе, как хороший парень. И поэтому конкуренция будет большая, будут либо переписывать договора по заработной плате и уменьшать заработную плату, либо же просто-напросто увольнять. Ну, а то, что будет сейчас жесткая безработица, в этом нам сомневаться с вами не приходится. Это можно уже следить по отчетам. Хотя тот же самый Росстат вроде бы дает данные, что безработица не особо-то и увеличивается. Безработица увеличивается, но государству сейчас просто не нужно создавать вот эту волну паники и показывать, насколько безработица будет увеличена. С другой стороны, еще какая ситуация. Многие работодатели не хотят нарушать тот же самый трудовой кодекс. И да, они временно сейчас платят зарплату, но одновременно с этим многие сотрудники сейчас пишут заявление по собственному желанию. И работодатель говорит, я с тобой буду продолжать работать, но напиши сейчас мне режим по собственному желанию. Мне тебе платить просто-напросто нечем. Либо просто мы будем банкротиться. Когда самоизоляция закончится, мы откроемся, я тебя обратно уже позову. Но это уже чисто на доверительных отношениях. Здесь вряд ли, не с каждой компанией такое может пройти. Поэтому вот именно на это время, на малый и средний бизнес и на наемных рабочих, я считаю. Это на простых граждан. Просто, можно сказать, на работяг пойдет вот все бремя вот этой ответственности за так называемый режим самоизоляции. Ну и остается еще одна категория граждан, которую я не назвал. Это инвесторы. Это вот тоже мы с вами. На нас тоже могут хорошо отыграться. Тоже очень хорошо отыграться. Каким образом? А могут ввести еще какие-то дополнительные налоги. Просто дополнительные налоги. Мы с вами слышали, когда Путин в марте месяце выступил, и он сказал, что на доходы полученные свыше 1 миллиона рублей, то есть если я миллион имею, еще раз поясню это правило, и он мне что-то уже зарабатывает этот миллион, то с него я буду платить налоги. Но что мешает государству поставить отметку 500 тысяч рублей? Почему я такой момент говорю? Потому что Банк России понижает ключевую ставку, а следовательно, депозиты в банках будут тоже падать. Люди будут искать альтернативу заработка рано или поздно и придут на тот же самый фондовый рынок. И принесут-то они туда не миллионы. Есть же люди, у которых депозиты 50 тысяч, 100 тысяч рублей. Но они хотят хоть как-то эти деньги приумножать. И государство, я думаю, тоже рано или поздно на них наложит свою лапу. Поэтому инвесторов, я тоже, таких малых частных инвесторов, не юридических крупных инвесторов, а именно малых частных инвесторов, я думаю, что на них тоже рано или поздно, если вот эта пандемия продлится еще несколько месяцев, я думаю, судя по статистике у нас она так и будет, то на них тоже наложат какое-то бремя, ответственность. Вот такое короткое, хотел видео записать, но получилось оно вроде бы не совсем короткое. Но что думаете по этому поводу вы, дорогие друзья, обязательно напишите мне в комментариях. Кстати, дорогие друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, потому что это утреннее дневное видео. Но сегодня у нас вечернее видео, где мы будем подводить итоги конкурса по прогнозу курса доллара на 30 апреля. За апрель месяц будет у нас победитель выявлен. Поэтому не пропустите, чтобы знать, кто же победил. Ну и там еще будет очень много полезной информации касаемо фондового рынка. Мы будем с вами подводить итоги. Так как вчера по техническим причинам я не смог снять видео. У меня с удовольствием просто был отключен свет. И поэтому я записать видео просто, к сожалению, не мог. А уже в машине писать было довольно-таки темновато. Ну и телефон тоже садился. На этом, дорогие друзья, если вам видео, вот эти рассуждения понравились, обязательно поставьте лайк. Ну и если мои рассуждения не понравились, и вы с ними не согласны, об этом напишите в комментарии. Ну и тогда поставьте обязательно дизлайк, чтобы я тоже это понимал, кто вы есть кто. И одновременно с этим, чтобы узнавать больше всех новостей, имейте сообщения в онлайн-режиме. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там постоянно выходит очень много полезных, самых свежих новостей. И также более фундаментальная аналитика присутствует на моем Яндекс.Зене. Ссылки на все мои ресурсы присутствуют в описании и в закрепленном комментарии. Ну а я с вами на этом прощаюсь, дорогие друзья. До вечера появился я родителей к себе на даче. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!